доброе утро друзья здравствуй страна морское побережье в январе сегодня 27 января я решил показать вам море сегодня очень холодный день ночью ночью было минус 6 и даже минус 7 градусов мороза но море как вы видите она не замерзает хотя все и не им покрыто это ты не даже на солнце так отблеск дает берег покрыт инием песок очень твердый волны нет практически потому что ветер идет сейчас со стороны берега вот того берега не с моря если бы с моря был бы то может быть волна была состояние воды вы видите сами просто идеально ну вот летом на вот этом берегу где все купаются такого конечно никогда не увидеть редко редко бывает день когда вдруг будет прозрачная вода это практически это никогда не бывает потому что люди купаются начинают глину тут умесить много причин а зимой вот бывает так вода как стекло сама вода азовского моря она прозрачная если здесь мутная вода то это либо шторма либо люди которые пройдут воде купается все замучивается потом долго осаживается все это дело а так вот пожалуйста видно даже дно хорошо вот и показал вам утреннее море и утренний берег азовского моря январь впереди у нас февраль я думаю уже в чё там думать в мае то есть февраль март апрель маловероятно конечно но мае точно здесь уже должны быть отдыхающие то есть осталось буквально три месяца а так конечно природа здесь затихла ладно мы сейчас едем к моему другу александру дирижера вы его знаете смотрите его новую покупку и попутно он расскажет про свой сад что он там посадил что у него там растет поехали и тем как заехать к сашке мы заехали к серёге это наш электрик он мне помогал провод делать все и вот сейчас он со зона получил вот этот приборчик вот тоже хороший который снимает изоляцию сейчас он скроет подавай вот он зубр слушай давай покажем его в действии как он действует ты хочешь снять сначала большую изоляцию а как вот отсюда наверное стоп это ты уже снимаешь нет нету вот эту полу вот эту так да по моему я не знаю точно пока или это просто откусывать провод дело в том что мы потом все-таки у нас получилось снять эту изоляцию но дело в том что я когда включил камеру я думал что я уже ее включил серёга принес потом другой шнур более такой не такой жесткий и мы сняли изоляцию снимает великолепно но я думал что камера записывает я забыл нажать кнопку записи ну что ж такое бывает так что это резко прерывается и сразу переносимся к александру в гости и так я приехал в гости к александру и он сейчас покажет свой огород чем посадил и все такое прочее пошли ты самого начала нам покажем ну да давайте само начало так это у тебя давно уже растет нет это осенью посажена это у нас поздняя груша поздняя груша у нас это у нас слива желтая вот тоже посажена осенью это у нас помесь сливы с персиком называется шарафуга это у нас поздняя яблоня тоже посажены это два года ну до второй год вот это и это тоже второй год да тоже яблоньков позднее это в этом году смородина у нас посажена да да три куста ну там красная и черная смородина здесь у нас малинник да вроде бы как это тут у нас махать смородина какая-то еще ягода здесь была у тебя который ты говорил на нет это вот это сейчас вот смородина это вот это да вот это как она называется то вот это местная это ирга какая тоже года два наверно вот она сидит это у нас получается шиповник без шипов вот это у нас тоже яблоня по моему летние вот это это у нас тоже кустарник это у нас же малость раз-два тоже это орех у нас фундук фундук это у нас груша летние вот это тоже у нас это у нас второй год да нет да второй год ну третий считай два года третий это тоже у нас третий год это вишня у нас получается это яблоня тоже яблоки очень хороший вкусный вот эти это у нас черешня черешня это у нас персик этого года осенью тоже сажалось персик это у нас тоже вот этот персик тоже очень вкусный тоже в этом году только в этом году нет прошлом году вот он плодоносил это у нас груша это у нас чернослив чернослив это поздняя груши вот это тоже очень вкусные это чернослив это чернослив плодоносит вот вот это сзади тоже чернослив вот это вот персик тоже этого года посажен нет осенью сажали вот уже почечки это тоже вот персик тоже лишь почечки уже надуваются это тоже черешня это уже четвертый год четвертый сезон это абрикос абрикос это тоже абрикос вот это виноград сортовой как у тебя от фирмы беккер богатая сейчас стала богатый сад ну конечно что же особенно такой большой но это у тебя орех грецкий грецкий орех три дерева прекрасных грецких ореха то есть урожай 100 процентов обеспечен ну что пойдем смотреть твои приобретения ну пойдем посмотрим и так саша купил измельчитель и называется этот измельчитель зубр если что кто интересоваться будет то есть чтобы вот знали зубр зубр а вот его моделька turbo нож и вот как он устроен все понял я тебя то есть у него именно такой который имеет нож как как вот если режущий да а есть такой который вот как идет скобами такими за да то есть есть вот такое как терка да а есть такой который как кусает вода те сильнее считаются но только у них щепа будет очень крупно да да а здесь саша покупал чтобы она была помельче вот это вот работа его ну и попутно он нам продемонстрирует он как раз видите я я еще хотел сказать саша не ничего не коси там сильно до конца оставить пара хворостин и он подготовил специально чтобы нам понять потому что я тоже об этом смотрел на вот такой аппарат но проблема в том что я не хочу такой как у александра если вдруг когда-то будет а именно вот с зубилами такими с как это с резаками фреза да потому что вот эта терка она я изначально посмотрел мне показалось что нужно твоя фреза не будет резать траву так они трава мне не нужно да только ветки да а у тебя да у меня вот именно ветки и желательно такие толстенькие да 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 а здесь сколько а здесь на 40 до поэтому увидим очень шумный аппарат поэтому сейчас я прибавлю просто так отойду от него чтобы не сильно шумела а а а а а а а а а вот и вот кстати знаешь вот пока ты сейчас загружал ее да я еще подумал о том что вот сейчас покажу вам во что превращается вот такая фракция да вот часа чтобы на руке то есть вот фракция вот такая а в той где фреза а там а прям к такие столбики да там прям столбик крупные такие ну как бы вот такие вот мульча здесь мелкая да вот такие вот кругляшки да 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 там будет кругляшки поэтому но я заметил когда ты вот сейчас хворостину туда вставлял да то я заметил такую штуку когда я смотрел как работает тут он захватывает он захватывает лучше потому что у него там идет такой захват а здесь надо вот попасть где крутится тёрка вот это да начало ножа да вот понимаешь ну я еще только начал и еще очень здорово вот и вот эти ра перерабатывать ветки тогда когда не сырые еще апожта на не высохнут это будет очень плохо а там когда сейчас еще попробуем давай да но все равно это здорово это очень помогает надо сказать что конечно это полезная штука особенно почему я сказал на юге потому что на юге очень сильно растет быстро растут деревья и трава растет деревья растут и сорняков много все перерабатывается да приходится вот эти ветки к сожалению ну куда в костер только а в костре тоже плохо они хворостиной торчат надо все время в костер это все собирать собирать запихивать поэтому да вот измельчитель в этом отношении конечно здорово так ну а друзья что я могу сказать мы с сашей посидели как всегда чай южный попили чернослив шоколаде омары это было все да я не секрет ну и наверное закончим на этом съемку это вот неожиданно получился сегодня такой ролик именно в пятницу потому что завтра музыкальный вечер я вас снова приглашаю туда да поэтому приходите пока музыка и а и Субтитры подогнал «Симон»